Пожарные тревоги Пожарные тревоги Учебная эвакуация в учреждениях образования проходит несколько раз в год. Несмотря на все отлаженные действия со стороны школ и детских садов, по оценкам спасателей, именно так все в случае пожара смогут быстро сориентироваться. Такие постановочные возгорания помогут запомнить до мелочей действия, которые необходимы при возникновении реальных чрезвычайных ситуаций. Школа должна быть готова к любым нештатным ситуациям. И эвакуация – это как метод тренировки, а мы должны быть готовы к пожарам, к каким-то задымлениям и так далее и тому подобное. Ну первое, наверное, это внезапное ощущение, но все собраны должны быть, все педагоги готовы, и мы тоже готовы к любым ситуациям. Важно проводить эвакуацию, потому что когда в реальности может произойти пожар, то чтобы все смогли выйти. Вроде все выбежали, тут слишком много человек. Эвакуация в 27-й школе прошла без нарушений тайминга и особых нареканий со стороны сотрудников МЧС, которые наблюдали за происходящим и оценивали слаженность и правильность действий. В ближайшие дни аналогичные сигналы тревоги прозвучат во всех гродненских школах. Впрочем, эвакуация – это лишь один из этапов объемной акции, которая проходит по всей стране середины августа. Время для ее проведения выбрано не случайно. Стык, каникул и начало учебного года – это как раз тот период, когда многие дети, будучи до этого под присмотром бабушек либо родителей в отпусках, снова будут проводить большую часть времени самостоятельно. Поэтому именно сейчас важно напомнить, как избежать ошибок при пользовании газовой плитой, домашними электроприборами и что делать, если ЧП все же произошло. И в этих важных для жизни вопросах практике отдается основная роль. Это помогает закрепить теоретические знания и отработать их в действии. Когда дым идет, просто лечь под низ и выходить просто с квартиры, открыть окна, выходить и звать на помощь. Ну а чтобы побольше узнать о тех, кого принято звать на помощь, в эти дни проходят экскурсии для школьников. Дети посещают пожарные части города Гродно. Места, к слову, закрытые для посторонних, поэтому увидеть весь арсенал, который сегодня имеется на вооружении спасателей – это большая удача. Взять, к примеру, автомобиль комбинированного тушения. Техника для Беларуси уникальная. Такая модель сегодня есть только в Гродно. Ее преимущество перед механизированными собратьями в том, что этот автомобиль, благодаря одновременному использованию как воды, так и углекислого газа, абсолютно незаменим в труднодоступных местах, а также там, где возгорание нанесет непоправимый урон. Например, архив, где хранятся бесценные документы, или серверная с серьезной технической начинкой. Неудивительно, что именно после таких экскурсий ребята, помимо впечатлений, выносят еще и вполне взвешенное желание работать в этой профессии. Это направление меня очень интересует, и я хочу поступать дальше. Ты всегда готов прийти на помощь людям, ты всегда можешь помочь им как-то. Даже вот то, что изучается в МЧС, это всегда может помочь даже тебе в жизни, потому что очень много всего изучается, и это всегда хорошо. Также школьники во время экскурсии увидели, как живут спасатели, заступающие в смену на сутки, какая техника стоит на вооружении, да еще смогли себя попробовать в роли сотрудников МЧС. Одеть боевую одежду, конечно, потрогать наше вооружение, где-то посидеть в нашей цистерне, ощутить действительно себя спасателем. Какие эмоции переполняют наши спасатели, когда они выдвигаются к месту возникновения пожара, либо чрезвычайной ситуации. Когда ты сидишь в цистерне, и вокруг тебя синий свет маяков, особенно это в ночное время заметно. Когда звучит эта сирена, вот, эти чувства действительно переполняют. Однако ни романтизм, ни тайны профессий на таких экскурсиях основным не являются. Главное – рассказать правила пожарной безопасности, чтобы не допустить возгорания, но и донести алгоритм действий в случае возникновения ЧП. То, что это жизненно важная аксиома, демонстрирует и волнующая статистика. Ведь в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, в Гродно в шесть раз возросла гибель людей на пожаре. Лена Молчанова, Яна Мельниченко, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Новости Гродно-Молчанов. 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 Нов